привет сегодня мы снимаем обзор на устройство alfano 6 и это у нас прибор который позволяет получать телеметрию с гоночных картах ну по сути можно поставить на что угодно итак у нас есть 6 кнопок на дисплее сам дисплей дальше позади у нас центральный болт точно такой же по сути как и в микроне с гайкой на 13 ну и тут уже соответственно если мы адаптируем это под прокатный картинг просто к этому центральному платформу прикрутить к этому центральному шкиву и у нас здесь есть 33 входа один у нас это зарядка 1 температура 1 подключение к писи на видео не будет видно самих надписей но в комплекте будут кабели которые будут по цвету да то есть черная это зарядка красная эта температура зеленая это подключение компьютера через usb и вот здесь маленькие вот это для подключения провода которые цепляются на свечу зажигания это уже нужно только для спортивных картах но преимущество alfano относительно микрона 5 в том что альфа на работает и без этого провода без этого провода микрон работает только когда заводится двигатель и передаются данные об оборотах это же устройство уникально универсально тем что она работает просто вот в таком виде как она есть сейчас руках это уже функциональное устройство без датчиков без проводов и так далее соответственно мы можем в прокате с карта на карту вот представлять и она будет функционально функционировать так как нам надо просто без данных оборотах двигателя и температуре чтобы включить мы нажимаем правую нижнюю кнопку и он загорается здесь уведомление о том что мало памяти которую мы благополучно сотрем и вот у нас здесь появляется главный сигнал главный монитор и по сути значки вот эти раз два три четыре пять шесть они показывают что кнопку что что будет если мы нажмем кнопку то есть вот это левая это дэйта то есть данные последних заездах это трасса это настройки это настройки дисплея правая верхняя юсби это мы переходим в режим когда нам нужно подключиться к устройству с и планшета или с телефона или с компьютера и это просто отключить его только не нажатием кратким зажать кнопку на так быстренько пробежимся дэйта когда мы нажимаем и один раз забирается последняя сессия с данными по температуре и оборотом и время круга нажимаем правую верхнюю кнопку и мы увидим все последние заезды которые были видите давно это устройство не использовалось не допустим мы заходим в последние в первое в первое то есть последняя сессия которая была мы видим дату 5 мая 2024 года здесь видно сколько кругов лучший круг и r это теоретически лучше круг если мы зайдем еще раз нажав правую верхнюю кнопку сюда внутрь мы видим как и в микро они традиционно три лучших своих круга на как на каком круге это лучшее время было в сессии показано максимальные обороты максимальная скорость здесь уже передвину в километр час на круге минимальная максимальная скорость минимальные максимальные обороты и вот эти два значения это температура идите температура выглопа и ватт это температура водички тут еще есть шины и так далее но это у нас все не подключено это уже дополнительные всякие приспособы которые можно в теории включить есть и дальше мы листая верхней правой кнопкой переходим в разные режимы этой сессии здесь можно получить теоретически лучше круг если будут настроены на трассе сектора здесь мы видим поочередно все круги какие были времена и влево вправо стрелками верхней и нижней мы можем листать видеть время каждого круга еще раз нажимаем правую верхнюю кнопку видим конкретно на десятом кругу какие были обороты какая скорость и можем опять таки здесь листать назад вперед и видеть значение каждого круга индивидуально дальше говорит о том что какой то еще есть режим который невозможно проанализировать для того чтобы вернуться правую нижнюю кнопку нажимаем и выходим назад еще раз назад еще раз назад еще можно между сессиями ходить выбирать любую видите эти данные соответственно дальше там и прошли трассы вот эта средняя кнопка режим автоматик который и стоит выбрать если мы даже поедем на прокатную трассу в этом режиме сделаем несколько кругов и трасса автоматически здесь создаться поэтому оставляем это автоматическом режиме правая верхняя кнопка настраивает дисплей тут можно сделать много много разных настроек дисплея в которых будет соответственно по разному отображаться информация вот например тот дисплей с которым я ездил вверху обороты время круга время по секторам скорость какой круг будет в режиме реального времени также показывать состояние отставания от лучшего круга и так далее тут вот можно 6 лет индикатор который вверху здесь есть индикатор настраивать на что на обороты на температуру или на лучший круг я выбираю здесь лучший круг и тогда каждое деление это будет одна десятка красные или или зеленые с улучшением мы идем или с отставания опять-таки здесь по менюшке мы ходим вот так вот можно все вот эти ячейки которые будут на дисплей отображаться с помощью джойстика вот этого перемещать и ставить себе удобную свою позицию в общем если не желание настроить под себя сделать это индивидуально просто нужно время и время и поработать с этим вот как она выглядит показывает или например мы хотим дефолт и вот эту среднюю кнопку это будет имитация как она выглядит нажали окей вышли отсюда их можно создавать вот много разных и потом уже когда у вас горит вот главный дисплей не когда горит а вот здесь мы выбираем тот в котором мы хотим если мы хотим в этом остаться то мы нажимаем окей окей и выход и рекорд и у нас вот второй будет если мы хотим вернуться к первому то нужно будет здесь по такой же процедуре выбрать первое юсби я уже сказал это просто мы к нему подключаемся это отдельное видео будет о том как софт софтом работать программа у нас проберемся по настройкам потом программу настройки нижняя левая кнопка первое это light backlight of the активе этот дизактиве этот то есть будет ли подсветка потом цвет самого устройства пауэр может быть ярче почти не видно это это нас тут и эта настройка данка вверху дальше второй пункт это сеттинг сообщи тут у нас стендбай тайм когда он засыпать будет трансмиссия нас дарект клатч это значит без коробки передач спит сенсор не надо меня терпи действительно 16 200 если мы в прокате ездим то этого не надо в ротоксе например можно это так и оставить или уменьшить там до 15000 потому что роток на 16 не есть эти значения опять таки вот этой правой кнопкой мы заходим в редактирование юницы цельсия фаренгейта и бары можно менять там зона системная информация и блокировать параметры бросить параметры дальше конфигурация viewing screen контраст можно настроить пиковые значения для настройки во время езды что у нас будет тайм лапу ждала frozen rpm и так далее но я здесь в этом уже ничего не делала тоже такие настройки которые вряд ли будут сейчас нужны но при желании можно катать копать глубже какое время будет отображаться круг последние индикаторы real time gap как мы говорили настроен это можно менять температуру на рпм и без партии вбаста без партии вбаста без партии вбаста плюс рпм real time gap в нашем случае самое актуальное это аларм на температуру воды для рот оксокритическое значение 60 для проката это не надо минимальная температура в данном случае это т2 экзост вот и это тоже экзост тебе уже надо настроить будет это тоже экзост но выхлоп смысле нам нужен не экзост а water максимальный 60 red blinking то есть при температуре 60 левая лампочка будет моргать при этом у нас есть еще важный момент что мы не можем ездить на очень холодном моторе потому что это тоже вредно для мотора здесь у нас температура должна быть хотя бы 42 градуса будет нас уведомлен что нам уже мотор еще прогреть правы можно настроить на тоже года на либо строить экзост если будет он подключаться либо воду но нам более критические значения это уже все таки тонкий под спорт настройки но которые важны вода это самое важное контроле если это будет 75 например то это уже можно сказать мотору панеть настроили здесь можно нас выбирать разных пилотов и выбирать его перед заездом для того чтобы под него сохранялась информация что у нас еще тут здесь будет считаться сколько часов проехал мотор здесь у нас языки и этот строк ну по сути это настройка не нужно ну и здесь делит ол фатал варвар вот так вот по работе с самим устройством и дополнительное видео будет у меня про программу какие подключать и как с ней работать варвар вот так вот